Здравствуйте! Опция на канале Пермь на РБК. Программа, которая имеет собственное мнение о том, что происходит в Перми и крае. Традиционно мы делаем подборку важных событий недели, но сегодня все будет иначе. Как вы думаете, у вас есть право на собственное мнение? Безусловно, так как это право неотъемлемое. А может ли высказанное мнение стать причиной конфликта? Без сомнений, да. Но ближе к теме. 29 октября прошло заседание Политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Главная тема – предстоящая ротация кадров в руководящих органах. Вот какая заметка вышла в региональном приложении «Коммерсанта» – заголовок «Оппозиционный губернатору депутаты ЗАГС Собрания могут быть исключены из Политсовета Единой России». Выступивший на Политсовете депутат Госдумы Токарь Валерий Трапезников предложил изучить график посещаемости и исключить из Политсовета тех, кто пропускает заседание как Политсовета, так и Законодательного собрания. В числе тех, кто нерегулярно посещает такие мероприятия, господин Трапезников назвал в частности нынешнего руководителя фракции «Единой России» в ЗАГС Собрании Юрия Борисовца и депутата Дмитрия Скриванова. Попахивает конфликтом. Есть ли он на самом деле? Ответить на этот вопрос – вот главная задача сегодняшней опции. В ситуации мы будем разбираться вместе с депутатом Государственной Думы, редактором общественно-политического издания и руководителем группы «Единороссов» в Гордуме. Итак, по порядку. Мы находились рядом с Законодательным собранием. Многие депутаты там были в это время, которые являются членами Политсовета. Естественно, смотрю, нет знаковых фигур. Конечно, мне лично, как и члену Генерального Совета, и члену Президиума Генерального Совета партии, это не нравится. Есть устав, который четко гласит, раз ты избран в руководящий орган, ты обязан посещать все мероприятия, которые организует партия. Но в данный момент многих руководительных деятелей нашей политической тусовки не было на последнем заседании. Мы ждали 30 минут, ну 20 минут, наверное, ждали, чтобы был кворум, и мы начали работу. Вот это, конечно, я считаю, что неуважение к тем, кто пришел. В беседе с нами Валерий Трапезников рассказал и про предстоящую партийную ротацию, и, конечно, обозначил свою позицию. Секретарь регионального отделения «Единой России» тоже безмолвствовать не стал. Но, сославшись на занятость, Николай Демкин не согласился на телефонное интервью, предложив перенести наш разговор на следующую неделю. Поэтому его комментарий возьмем из еженедельника «Новый компаньон». Николай Демкин, секретарь Пермского регионального отделения партии «Единая Россия». Хочу напомнить, что федеральные лидеры партии, в том числе ее председатель Дмитрий Медведев, подчеркивали, что ежегодная ротация – это стимул к большей активности партийцев, но ни в коем случае не дубина, с помощью которой кто-то может воздействовать на других членов партии, даже если в чем-то с ними не согласен по тем или иным вопросам. Так что решение о том, как изменится состав полицовета в 2014 году, будет принимать конференция. Открыто, с помощью голосования и на основе объективных показателей. Конечно, каждый имеет право на свое мнение и на то, чтобы оно было услышано. Но что касается меня лично, то я совершенно ответственно заявляю, что ни с кем, никогда и ни при каких обстоятельствах не вел предварительных разговоров о персоналиях, подлежащих ротации. И я о таких разговорах даже не слышал. Здесь самое время пригласить к обсуждению темы Игоря Лобанова, главного редактора «Нового компаньона». Честно говоря, был удивлен этому комментарию. Мне кажется, Николай Иванович Демкин пытается сохранить лицо, понимая, насколько нелепо выглядит попытка снять Борисовца с должности лидера фракции в ответ на его неправильное голосование по конкретному вопросу. Это настолько неадекватное решение, что Николай Иванович Демкин, наверное, за него просто стыдно. И он вводит своих товарищей по партии в правильное русло, говоря, вы что, это же процедурный вопрос, там ротация существует. Но за голосование наказывать коллег нельзя. Право на мнение это не может быть наказываться. Игорь Лобанов имеет в виду голосование по конкретному вопросу. Речь о плане приватизации, включая пункт «Аэропорт». Это, как мы понимаем, и стало камнем преткновения, и выплеснулось в общественно-политическую плоскость. Ну это та ситуация, когда на той ищу ковырике, чтобы карасик не дремал, да? Депутаты пристрастно, внимательно, придирчиво оценивают, как будут потрачены огромные бюджетные деньги, но важные для края проекты. А краевая власть в ответ начинает обижаться. Как же так? Мы же строим аэропорт, который, безусловно, нужен. Отстаньте нам, дайте мы его сделаем. Естественно, что со стороны депутатов, у депутатов это вызывает отторжение, неприятие. Они, в общем-то, требуют к себе уважительного отношения, небезосновательно. Потому что все эти, по большинству крупных инфраструктурных проектов, которые сейчас начинаются в Пермском крае, есть очень много вопросов, на которые нет внятных ответов. И никто эти ответы давать до последнего времени не стремился. А требовалось-то всего ничего. Депутатам просто нужно было дать пояснение по двум ключевым вопросам. Политика – это умение договариваться, убеждать и объяснять. Если такого не происходит, это, извините, уже не политика. А все-таки есть какое-то решение по исключению из руководящих партийных органов, обозначенных единороссов. И кто его будет принимать? Ну, во-первых, решаю не я, решает президиум, я не член президиума, решает полицовет. И, конечно, последнюю точку ставит конференция. Будет список о ротации, кого заменить. Но перед этим они ознакомятся с посещаемостью. Конечно, мне могут вызвать... Он не посещал, но активно работал в партии. Но я этого понять не могу. Если ты активно работал в партии, так расскажи, что ты сделал за этот период, за год, предположим. То есть отчитайся в какой-то степени, тем более многие из них депутаты, они же отчитываются перед избирателями, а здесь нужно отчитываться перед своими коллегами. Но многие, конечно, активно работают. Я не говорю о работе, я говорю о посещаемости. Я думаю, что многие делегаты конференции заинтересуются. Решение о персоналиях будет принято, как мы понимаем, не ранее 19 декабря. Но я бы хотел вернуться к методам, к которым прибегает исполнительная власть в отношении названных нелояльными губернатору депутатов. С Игорем Лобановым мы это также обсудили. И вот его оценка. Это уже один из последних аргументов со стороны администрации губернатора в борьбе со своих политическими оппонентами. Их хотят ослабить политически. Вот эту так называемую группу товарищей, лидеров этой группы товарищей среди депутатов. Ну, очевидно, что это вот уже никаких других способов воздействия у исполнительной власти на депутатов не осталось. Они переходят к таким. Это еще парламентские, еще приемлемые методы борьбы такие, политические, корректные, но от отчаяния предпринимаемые. Больше никак не могут. Действительно, если бы сразу были бы внятные объяснения, то никаких сомнений нет, что работа была бы более конструктивной. Без скандалов, интриг и расследований. И заседания законодательного собрания проходили бы спокойно, а не так, как в последнее время привыкли журналисты. В ожидании сенсаций. Законодательная власть в Пермском крае, это действительно ведь власти со своими там полномочиями, с которыми нужно считаться, с которыми нужно договариваться, с которыми нужно объяснять свои намерения. А вдруг те, кто проголосовал против плана приватизации, включая аэропорт, против газовой льготы, окажутся правы? Еще неизвестно, чем это закончится. Вопрос оставим открытым. Сегодня нас интересует другое. Есть ли все-таки противостояние между законодательной ветвью и исполнительной? Точка зрения господина Трапезникова и руководителя группы «Единой России» в Пермской городской думе Дмитрия Васильевича Малютина. Человека, у которого всегда собственное мнение о происходящем. Я как горожанин, как депутат, честно говоря, не вижу сегодня никакого противостояния. Я объясняю действия исполнительной власти, законодательной власти как совершенно обычный рабочий режим действий. Законодатель, он на то и законодатель, что он имеет право задавать вопросы, интересоваться, спрашивать, учитывать риски, систематизировать вопросы, которые могут иметь рискованный характер. Но исполнительная власть, она на то и исполнительная власть, дабы на вопросы законодательной власти отвечать. Поэтому все нормально и все хорошо, когда есть вопросы, когда есть какие-то замечания, когда есть точки зрения. И вот обсуждая эти точки зрения, задавая друг другу вопросы, только так мы можем находить оптимальные решения при обсуждении любого вопроса, любой проблемы. Последнее заседание ЗАГС Собрания было просто с поразительным количеством депутатов. 59 и 60. Видимо, и та, и та сторона нашли какой-то компромисс какой-то. Вот если они так будут работать, но я не вижу какого-то противостояния. В завершении хотел бы добавить, что мы сознательно не спрашивали ни Юрия Борисовца, ни Дмитрия Скриванова, информационных политических героев. Исходя из вышесказанного, уважаемые элиты, можете спать спокойно. По крайней мере, три дня. Или ночи, кому как больше нравится. Помните, у нас есть право на собственное мнение. И можно, и нужно его иметь. Если возникает хоть малейшая вероятность того, что в этом праве кто-то может усомниться, то о какой политике или демократии вообще можно говорить? До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok